Всем привет! Вы на канале Уникальное Решение. Сегодня к вашему вниманию мускусная утка. Если вы давно думаете о том, чтобы добавить ваше хозяйство, но до сих пор задаетесь вопросом, какая птица вам подойдет, то могу предложить вам индоутку. Индоутка станет прекрасным дополнением в ваше пернатое царство. В настоящее время индоутка стала популярной не только в домашнем хозяйстве, но и в фермерской деятельности. У меня не индоутка, конечно, гусь. Многие считают, что индоутка это гибрид индюка и утки, но это ошибочное мнение, если даже есть какие-то сходства у них, но все равно это не так. В этом году на племя мы оставили 3 самки и 1 самца. Отличить самку от самца просто. Для определения повод достаточно будет всего лишь заглянуть на утку и селезня. Самец будет гораздо крупнее самки и ярче оперения. Это сразу бросится в глаза. К мускусным уткам у нас особая любовь. Главное преимущество индоуток это самовоспроизведение. У них отличный материнский инстинкт. Они очень хорошие на сетке и даже можно обойтись без инкубатора. Более того, могу сказать, что иногда индоуток даже используют как на сетке и для высиживания яиц других птиц. Но когда она, например, сама нанесет 15-20 яиц, она на них сядет и будет насиживать почти непрерывно, оставляя кладку буквально пару раз в день, на 3-5 минут может. Вот на заднем плане сейчас вы видите место для купания. Если вы сделаете им такое местечко, они вам будут только благодарны. Вторым плюсом мускусной утки в содержании является ее молчаливость. Если обычно утки крякают, то индоутки, они обычно молчат. И лишь селезни время от времени могут шипеть. Это чаще бывает, когда их ловишь или когда они дерутся. Если, конечно, сравнить хотя бы с обычным петушиным кукарейканьем или гоготом гусей, то, конечно же, есть отличия. Если вы держите птицу в селе, как мы, то проблем с соседями из-за шума не будет при любом размере поколовья. Но, например, с гусями или утками-кряквами совсем другое дело. Будь по утрам, утки-кряквы или любая другая порода уток, они очень громко крякают. Следующее, что нам нравится в мускусных утках, это то, что они выносливы и редко болеют. Например, по сравнению с другими видами уток, они не вызывают никаких проблем. Ну, а если говорить о птенцах, утятах, индоуток, то это вообще отдельная любовь, наверное, каждого птицевода. У индоуток очень милые утята, их легко растить. Немногие люди могут устоять перед милым маленьким утенком. К тому же они спокойные и собраны всегда. Вот когда они вылупляются, допустим, 17 яиц, а если первый утенок вылупился, чаще всего в течение часа все остальные вылупляются. Но кроме этого всего, есть еще одна очень замечательная характеристика. Это мясо индоутки. У мяса индоутки низкое содержание холестерина. Именно в связи с этим медики рекомендуют обязательно включать данный продукт в рацион людей. Это именно для тех, которые страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и у них очень ценное мясо с минимальным процентом жира. Подводя итоги, могу сказать, что для серьезного разведения именно мускусные утки я считаю самая лучшая порода, потому что они являются неприхотливыми, спокойными, да и сами размножаются. Так что могу пожелать, чтобы вы как минимум попробовали их завести в своем хозяйстве. Всем добра, до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok